Поехали! Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и уже известный Михаил. Здравия! И вот сегодня, в пасмурный день, не теряя время даром, мы решили продолжить наши беседы. Михаил очередной раз придумал какой-то каверзный вопрос, какой-то материальчик тут нарыл в интернете. И сейчас, насколько я понимаю, он будет меня пытать по нему. Пожалуйста, Михаил, что в этот раз ты нашел и что хочешь порасспрашивать? Как это в старом анекдоте, кто говорил, что я читаю по бумажке х, черточка х, черточка х. Так вот, чтобы не сбиваться, я решил сделать ход конем и прочитать прям текст сайта. Называется сайт slavkultur.ru. Ну, наверное, на нем, по идее, должна идти речь о славянской культуре. Итак, почитаем одну статейку, которая у меня вызвала неоднозначное внутри к ней отношение. Итак, называется статейка «Разновидности жертвоприношения». И читаем чуть ниже. Жертвы у славян подразделялись на кровавые и бескровные. Вторые приносили духам, предкам, женским божествам. И чуть ниже. Например, для предков типичной требой была еда, для богини лады женщины приносили живые цветы и ягоды, для банника веник и мыло и так далее. Вроде бы, начало вполне такое хорошее и доброе. Что же будет дальше? А дальше получается вот что. Читаю дальше по тексту. Что же касается кровавых жертв, то таковых, по мнению древних славян, требовали, кто бы вы думали, правильно, главные боги, особо почитаемые. К ним относятся Перун, Ярила. В качестве требы в этом случае выступали животные, птицы и под вопросом люди. Дальше, как говорится, я уже не стал, почему под вопросом, а не под восклицательным знаком или под точкой. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Поэтому возник вопрос. Что же думает Алексей по поводу вот этих вот самых жертвоприношений славян? Да, мне больше всего понравилась фраза «по мнению древних славян». Да, да. Так, здравствуйте. А вы кто? А мы древние славяне. Ух ты! А что вы нам расскажете про жертвы? И как рассказали, как высказали свое мнение. Да, и так волосы так. После этого. Очень интересная статья, на самом деле. Замечательная. Я думаю, что она полностью совпадает с нормандской теорией, где славяне представали такими какими-то страшными существами, кровожадными, которые бегали с топорами, всех ловили, всех рубили, приносили в жертву. Ну и здесь единственное останется добавить только съедали все вплоть до косточек. То есть, людоедство там было распространено. Вот такие вот древние славяне, оказывается. Вот такие у них мнения, взгляды. Ну что, суровый век, жестокие нравы. Да, да. Ну вот ты смотрел, еще тут позаботился о передаче и подготовился. Слово «жертва», смотрите, есть написано. Да, да, да. Вот что ты сам-то думаешь? Давай, как бы, ну, то есть мы прочитали то, что, какое мнение высказывает по этому поводу сайт «Славянская культура» и древние славяне, которые им передают эту информацию. Так, теперь давай пойдем дальше, ближе уже к нашему времени. Открываем сайт «Академик.ру», набираем туда, что ж такое «жертва». Нам же надо понять, потому что речь идет о жертвоприношениях, то есть приношения чего-то, не пойми чего. Так вот, что же такое «жертва»? Читаем. В древних религиях, жертва – это в древних религиях приносимые в дар Божеству предмет или живое существо, в скобках, умерщвляемое при этом. Вроде бы и здесь совпадение такое. И там древние славяне об этом упоминают, и здесь об этом. Идем дальше, но возникает небольшая нестыковка, потому что есть маленько другие наставления. Есть другая информация из других источников. Из других источников. Тут сайт более такой, как говорится, много-много буков, но кому надо, можем эту ссылку потом вниз ставить. Итак, называется «У кровавых жертвоприношениях славян». Тоже жестко. Да. Итак, много, но выбираем основное. Заповедь Одина. В начале зимы надо бы приносить безкровные жертвы древним богам за полученный урожай, в середине зимы за весеннее прорастание, в середине весны за победу. Дальше идем. Заповедь Стрибога. Почитайте память предков своих жертвоприношениями безкровными, ибо что пожертвуете вы им, то и возымеют они. Ну и завершаем наш, как говорится, трио, троицу. Заповедью сварога. Не приносите на латырь жертвы кровавые, не гневите богов ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от созданий божих. И получается, немножко... Не в ту степень. Да. Не в ту. Так вот, как по твоему мнению, получается, где тут больше правды, а где истины? Есть еще один вариант разбора этого слова по буквице, но это мы отложим на чуть попозже. Да, в принципе, я больше почему-то склоняюсь не к тем древним славянам, которые там были упомянуты в самом начале, а вот к этим, так называемым, заповедям. Потому что здесь как-то мне оно по душе больше. Почему по душе? Ну, давайте так разберемся. Есть некоторые народы, которые поклоняются темным богам или богиням. И, в принципе, там при поклонении этим богам и богиням прописано, что приносить жертву как раз вот всех, кого только можно, у кого кровушка есть, и в том числе и людей. И это все делается торжественно, все замечательно и хорошо, кровь сливается куда-нибудь, ну и здорово все. Вот это, таким образом, боги тех народов, они, в общем-то, нормально к этому относятся. Но там упоминается слово «черный», «темный», к примеру, та же самая «калима», «черная мать». Вот, есть иные народы, где тоже очень много прописано о жертвоприношениях кровавых. И кровавые жертвоприношения, это там как норма, приносятся они богу, и это тоже считается все хорошо. Но я как-то вот не видел ни разу, чтобы на славянских праздниках, светлых праздниках, была такая необходимость приносить кровавые жертвы. И вот я в свое время стал задумываться, а почему так происходит, почему у них народов, это норма, даже некоторые собирают кровь, не просто так, чтобы она сливалась, и собирают кровь и даже выпивают кровь или куда-то там ее помещают, там целый ритуал из крови. А у славян этого не встречал. Хотя, хотя, кто-то рассказывает, что они где-то там были на каком-то празднике, там петуху бошку отрубали, кролочка пристала. Вот, ну, лично я таких не был. Опять же, может быть, я не там хожу, может быть, я что-то не то вижу. Просто то, что ты упоминаешь, есть как раз в статье сайта «Славянская культура». Тут как раз поясняется, что свадебное… А, типичной требой, например, для земли было зерно, ведь оно олицетворяет урожай, а значит, должно принести удачу в его сборе. Вроде бы, начало, как обычно, за здравие. Да, хорошее начало. Дальше. Также треба могла быть столовой. Это принесение в жертву пищи, которую ест сам человек. Он как бы делится своей трапезой с Богом. И пища эта должна быть взятого из общего котла, откуда питаются все. Опять, все хорошо, все прекрасно. Дальше. Уже маленечко будет не так все радужно и прекрасно. Итак, строительная треба – это принесение лошади или домашней птицы. Свадебной требой был, простите, но тут написано, был петух. А для здоровья и плодовитости скота, ну, это же, наверное, очень логично, необходимо закалывать белого ягненка. Вот такие вот, как говорится, пироги с котятами. Ну, я к чему вел-то, когда начал с черных богов или с темных богов и с колемы, с той же самой. К тому, что если у нас рассматривается культ мрака, черного бога, не чернобога, а черного бога, то в этом случае там как раз, наверное, энергии низменного порядка. А все низшие энергии, они могут быть получены из чего-то такого близкого. Из страданий, да, каких-то? Вот близкого, сейчас я закончу, близкого к низу. То есть, вот, чем приземленнее, тем лучше. И вот те страдания, о которых ты говоришь, они возможны только в том случае, если эта приземленность присутствует. Поэтому человека надо приземлить, вызвать у него какие-то эмоции или возбуждения, говоря по-русски, вплоть до страданий или радости в кавычках, потому что радость это все-таки к свету идет. А вот этой вот такой эйфории, иностранное слово здесь очень хорошо подходит. Вот этой вот необдуманной, непонятной. Вот что-то происходит, глаза светятся, бегают, там, крики, вопли, все хорошо. То, что вырывается сильный поток, вырывает. Когда жизнь уходит, она разбрасывается во все стороны. Особенно, когда она уходит после каких-то страданий и мучений. Когда вот есть страх и страдания. Вот некоторые народы, они не просто убивают животное, они медленно убивают, чтобы животное мучилось, чтобы в глазах появлялся страх, чтобы больше истекало крови. И вот эти страдания животного, они вызывают некий такой сгусток энергий, силы, которые можно потреблять, которые вместе с кровью замешиваются, и их куда-то можно направлять. Поэтому страдания и возбуждение на основе виденных страданий, а это возбуждает всегда, те, кто пришли возбудиться, чтобы позлорадствовать и набраться силы, они вот злорадствуют, набирают силы, им весело от этого становится. Те, кто оказались случайны, и страдания невинного существа, у них это вызывает недоумение и желание помочь. И внутреннюю боль, да? Внутреннюю боль, сострадание. И вот поэтому, когда здоровый человек, на мой взгляд, здоровый человек, видит страдания живого существа, у него вызывает именно непонятие, а почему это происходит, желание помочь, вмешаться, остановить это дело, вытащить, если гибнет животное или человек. А здесь целенаправленно. И вот получается, что если черному богу или черной богине какой-то, или какому-то духу необходимо получить силы, подпитать его, то в этом случае тогда необходимо низкие энергии, где есть страдания. Ну, взяли того же петуха. Он же мучается, страдает. Почему его за крылья держат, почему там за лапы его держат, он хочет вырваться, и он понимает, что что-то не то происходит. Его не умерщвляет просто так. Он сначала какое-то время испытывает что-то. И после этого он уже отрубает голову, и этой кровью что-то делают. Что-то мажут, например, кого-то, или брызгают на что-то, и так далее. И это вот как раз связано с тем, что выбрасывается вместе с жизнью, выбрасывается жизненная якобы энергия. Но энергия-то жизненная, вот в существах человеческих, или в существах животных, она же низкого уровня. Это то, что основа, передающая какие-то энергии, низкие, невысокие, которые иногда человек не может ловить, а те, которые нам понятны, которые у нас проистекают. Поэтому это низким богам, низким сущностям, низким духам очень нужно. И когда этот дух подкрепляется, то в этом случае те служаки, которые служат ему, прислуживают его рабы, они взамен получают... Получают кровь из барского стола, да? Да, они получают взамен что-то. То есть что они получают? Они получают покровительство, защиту, власть над другими. Или какую-то информацию, да? Может быть информация, но задумайся там, власть. То есть люди, которые пришли жертвовать вот именно это, через кровь, через страдания, они получают власть, силу, покровительство. Чей это уровень? Это уровень демонический. Когда я не через свой разум светлый, не через свои исходящие из меня энергии, силы, или что-то еще светлое, соединение с Богом, или с богами, или с предками, улучшают эту миру. А когда мне дают, вот я бросил туда жертву, мне обратно вот это все низкое, сила вот эта земная или физическая, она ко мне вернулась. Чувствуешь разницу, да? Высшее и низшее. Здесь я отдаю это все в мир, добро сею. И я хочу, чтобы мир стал лучше, чтобы всем стало лучше. А здесь они потребляют. Для чего? Для того, чтобы властвовать в этом миру. Но властвовать слово здесь не подходит. Почему? Потому что власть, а слово в ладу. А они-то не в ладу, они хотят захватить. Поэтому они хотят дорваться до руля, подчинить, поработить, захватить. И стоя над этим, не управлять, опять же слово «управь» здесь присутствует, а направлять, куда им надо. Порабощенных и угнетенных. Вот для этого применяются вот такие низкие энергии, полученные при так называемом жертвоприношении. Когда и страдания, и мучения, и кровь, и силы все, они выбрасываются. И там проводятся уже с полученной кровью, с мясом и со всеми другими делами. Проводят какие-то ритуалы, тоже слово, не хочется мне гадить, какие-то деяния. И вот за это люди получают обратно своего покровителя, который им подпитали, что-либо. Но до тех пор, пока этот покровитель милостив к ним, пока он от них не отвернется. А ведь любой покровитель, взращиваемый, он растет, и ему нужно больше энергии, больше силы. И одним петушком здесь уже не отделаешься. Да, и, возможно, следующим петушком, в кавычках, может стать тот, кто до этого проводил. Ну, может быть, может быть. Я просто говорю к тому, что нарастать, как принцип у наркотика, надо больше, 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 больше. В конечном итоге это доводит человечество до какого-то состояния враждебности уже не просто человек к человеку, а уже племя на племя, рот на рот. И в конечном итоге страна на страну. Потому что эти же сущности, они взрастили себя, вернее, они взрастились на тех энергиях, которые им давали. И теперь ему уже не хватает ни человека одного, ни быка, ни жирафа, ни слона. Ему необходимо много. И начинаются вот эти стычки, а он и рад, потому что после этого всего он начинает уже управлять. До этого маленький был, щупленький, его нужно было кормить из сосочки, а теперь он уже сам сталкивает лбами, начинает избиться, а там дальше оружие в ход пошло, брат за брата, страна на страну, и все хорошо, замечательно. И он довольный и счастливый. Вот к чему, на мой взгляд, приводят так называемые кровавые жертвоприношения. Когда же мы говорим о светлом, то в этом случае мы вносим лад через себя, сами в ладу с природой, с окружающим миром. И мы, исполняя заповеди наших предков, никогда не нарушаем этот мир, никогда не разрушаем его. И мы хотим жить в ладу так же с другими людьми. Да, в ладу, в добре. И через это добро увеличивается. И никакие войны здесь нам не нужны. И чем больше взращивается так называемой благости и добра, не пассивной благости, когда я сижу в позе, или какую-то мантру пою, это хорошо, это здорово, а вот именно активной, не причиняю добра, а разумной активности, разумного добра, через здравомыслие, через божественное проявление, через саморазвитие, самовзращивание, вот через это, тогда и мир становится добрым. И тогда кровавые жертвы, они будут противны. Потому что вот, где сказано вот в этой заповеди, не приносите на латырь жертвы кровавые, потому что богам мерзко, невинно убитой крови, но зачем вы ее убиваете? Ведь они и так сильны. Ведь они как раз и поддерживают жизнь, да? Зачем им ее уничтожать? Смотрите, древние боги, если мы говорим о древних богах, они создали здесь все. Кто-то создал Вселенную, кто-то ее наполнял. Если им нужны были безжизненные небесные тела, то они бы создавали их такими? Конечно. Поэтому кто-то создал Вселенную, кто-то создал жизнь, кто-то создал обустройство всего этого. Зачем им это нужно? Они так сильны. Их не надо этой ерундой взращивать. Для них и так все энергии доступны. Представляешь, вот ты создал Вселенную, и тебе все, что в этой Вселенной есть, оно тебе доступно. Ты хозяин. Зачем тебе еще что-то от тех, кто в эту Вселенную заселен, тобой же, что-то еще получать? У тебя и так это все есть. Твоя задача – взрастить творцов, таких же, как ты. Помочь им разобраться в этой жизни, чтобы они поднялись на новый уровень и стали твоими помощниками, чтобы они смогли в дальнейшем создавать свои Вселенные, чтобы они выходили на уровень богов, чтобы света стало в других мирах больше. Вот какая задача. А если это все удерживается на уровне Земли, или, как сейчас говорят, планеты, в этом случае вы здесь и ковыряетесь, но вы никакого развития не получаете. И чем больше вот этого страха, тем вы больше в нем погружаетесь. Потому что страх, он заразителен. У страха глаза велики. Один испугался, второй испугался, третий, и все начинают бояться. И друг другу не доверяют. Нет доверия. Нет объединения. Значит, нужен кто-то такой, кто вас построит, вас накормит, вас защитит и так далее. Но ему вы должны служить уже как рабы. Рабы, вот в самом-самом худшем смысле этого слова. Исполнять то, что тебе сказано, и не думай о том, что ты исполняешь. Вот, на мой взгляд, основные различия между кровавыми жертвоприношениями, которые приписывают очень усиленно славянам и русичам, и которые были свойственны другим народам. И теперь, так сказать, от других народов это плавненько переносится, и говорит, а вот так это делали с людьми. Да не делали никогда так, на мой взгляд. Вот такая интересная ситуация, вот такая интересная у нас нормандская теория. Мне почему-то образ пришел такой, что вот представим, да, говорят подобие принцип, что наверху, то и внизу. Вот представьте, что вы, взрослые люди, являетесь богами для своих детей. Так вот, вам что важнее, чтобы они тоже становились творцами, как и вы, и добивались, как сказать, успехов, да, в своем творчестве. Или чтобы они приходили к вам и говорили, мама, папа, извините, я ничего не умею, вы лучше меня за это выпарите, и вам будет хорошо. Я считаю, что тут ответ очевиден. Поэтому ты абсолютно прав рассуждаешь, что нашим богам нужны благодарности и какие-то, то, что произведено нашим трудом, а не то, кого-то грохнуть там, или кому-то сделать пакость. Я еще запомню. Вот здесь, когда заповедь ты читал о том, что то, что вы даете, там и появляется. Сейчас спрашиваю, а зачем вот эти вот так называемые жертвы, требы класть? Ну, требы и жертвы не одно и то же, хотя они применяются очень часто. Сейчас не буду их разбирать. Но суть в том, что по сути-то, это им не надо. У них это и так есть. Если так разобраться, у них это и так есть на самом деле. Для нас это надо. Любой сын должен быть благодарен матери и отцу. Должен быть благодарен дедушкам и бабушкам и всем своим предкам и пращурам. Это он взращивает себе благодать, будучи благодарным им. Это внутренняя потребность твоей души. Это для русского человека, для руса, для славянин это норма. А им приятно, что их помнят и что они вложили свои мысли в взращивание такого светлого, доброго человека, который добро помнит и который понимает, что это его корни. И он помнит эти корни, он чтит своих предков. И естественно, если вдруг маленький ребеночек взял конфетку и подарил бабушке или дедушке, ну, для них эта конфетка, ну, что, они и так могли ее взять. Они же в доме хозяева или маме с папой принес. Ну, что, зачем эта конфетка так, если разобраться? У них и так это все есть. Нет. Они принимают с большой благодарностью это, потому что понимают, это от души ребенок принес. Это дар. Хоть это и ихняя по сути, но это дар. И сейчас эта конфетка, завтра это доброе слово, а послезавтра какое-то светлое и доброе деяние. Так от этого мир улучшается. Наша-то задача какая? Улучшать мир, не разрушать его, остановиться созидателями, творцами и подниматься в своем развитии, в своем духовном и душевном росте. Так что вот эти требы, когда приносят, это, да, благодарность им, и у них это появляется, но в первую очередь это важно нам. Мы благодарны, помнящие потомки. Сказано. Здорово. Итак, смотри, что получается, какие искажения нам внесли, да? Нам внесли искажения, что непроверенная информация, да, становится чьей-то жизнью, да? И в итоге, ну вот конкретно, что на такой-то праздник надо сделать то-то, надо сделать это, не понимая, к чему это приводит. Как сейчас мы с тобой разобрали, что это бывает очень опасно, вот, непонимание сути процесса. Ну, неведание, это радостно. Да, 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 и другой момент, что вот даже бескровные жертвоприношения, вот на что еще хочу с тобой, что хочу обсудить, могут быть тоже вредны. Вот, например, в том месте, где я живу, распространен такой обычай, когда люди едут на природу и заезжают на определенные, как это называется, места силы, там обычно эти места каким образом помечены? Это деревья, которые украшены различными вязками, там повязками, что-то такое. Так вот, не знаю уж, кто внушил это людям, но принято оставлять там что-то от себя. Правда, многие понимают это так. Если у меня в кармане пачка сигарет, то надо оставить сигареты. Если у меня в кармане в другом чекушка водки, то надо налить немного водки. А вот, так вот, по твоему мнению, к чему приводят вот такие вот, с одной стороны, бескровные жертвы, а с другой стороны, судя по всему, там тоже есть какой-то подвох? На самом деле, я так понимаю, ты говоришь о общении уже не с богами, а с духами. Да, да, да. Духами природы, духами земли. Природными, природными духами, которые эти места защищают, которые с этими местами связаны. По большому счету, подобные жертвы, просто жертва, когда человек жертвует что-то, или повязывает веревочку, или какую-то там тряпочку, ленточку, в общем, достаточно хороши. Почему? Потому что он что-то доброе желает, что-то оставляет. И он завязывает свое желание, чтобы оно исполнилось. То есть, как обращение к природным духам. Это здорово, когда взаимодействуют с духами. Но вот то, что ты рассказываешь, да, это я встречал тоже, когда люди начинают какие-то наркотики туда отправлять, табак, алкоголь, и даже не задумываясь, что происходит. Но для начала надо подумать, а всегда ли в тех местах был табак? Всегда ли в тех местах была водка? И если мы разберемся с этим вопросом, мы будем жестко просто ошарашены, ошеломлены и удивлены тому, что и водка, и табак там появились не так давно. В лучшем случае, кто-то говорит там лет 50, кто-то говорит там лет 100, а кто-то говорит, ну, чуть-чуть побольше, там может быть 150. Но что такое 150 даже лет с точки зрения проживания коренных народов? Это ничто. Коренные народы здесь могут жить тысячи лет. И 150 лет – это совершенно не такая большая цифра в летоисчислении. Откуда же это все появилось? И что происходит? Теперь надо разобраться. Появилось это тогда, когда стали происходить подмены. Подмены в социальном или общественном строе, взглядах общества, в мировоззрении, когда стали внедряться вот эти вот предметы или продукты, в кавычках питанием это не назовешь, а изделия, табачные изделия, алкоголь. И тогда люди, относясь вот примерно так же, как вот славяне древние относились, что мы отдаем, то и появляется. Если это норма для нас, мы это отдаем. И там это появляется. И вот тут интересный момент возникает. До этого-то водки не было, значит, не приносили ее, значит, алкоголя никакого не было, спиртного не было. Табак вообще-то привезли из Америки, поэтому тоже его до этого не было. Что ж тогда приносили? А приносили его, исходя из всех писаний, примерно то же самое, что мы сейчас с тобой обсуждали. Это какие-то природные дары, это сделаны что-то руками человека, может быть, какие-то поделки, может быть, какая-то пища. Но опять же, не животного начала, а именно та пища, которую человек сам употреблял. И только после того, как была внедрена отрава различная, и появились супермаркеты, стали появляться из супермаркетов различные колбаски, люди не задумываются о том, что колбаса еще делается. Они же сами колбасу едят. До этого их предки были викторианцами, например, а они едят колбасу. И они об этом не думают. Потом, значит, из ларьков они берут водку, берут табак и тоже несут. Почему? Потому что для них это тоже норма стала. То есть они общаются с духами примерно так же, как и сами с собой. Для них это стала норма. Хорошо это или плохо? А вот теперь давай разберемся, а что происходит тогда, когда человек несет то, что одурманивает, то, что превращает энергии высшие, светлые, в темные, низменные. Ну, к примеру, будем разбирать с человеком. Что происходит с человеком, когда он выпивает какой-то бормотухи? Он становится, да, не пойми, вести себя не пойми как, да? Да. То есть свои функции, которые он должен выполнять осознанно и трезво, он начинает выполнять через пень-колоту. Или, говоря проще, его разум становится задурманенным. Другими словами, человек превращается в человекообразное существо, у которого нет воли, у которого нет здравомыслия, у которого теряется культура, и он себя ведет хуже обезьяны. Человекообразное существо. Вот обезьяна, она себя ведет более достойно, потому что она обезьяной рождена. А человек, он рожден все-таки человеком, или человече, или азом должен стать, да? Вот он с таким прицелом рождается, с таким направлением. А он превращается, опускается на уровень человекообразной обезьяны. Так вот, опять же, если принцип подобия мы рассматриваем, то природные духи, которые должны оберегать по всем своим параметрам, должны оберегать местность, где они существуют и где они обитают, хлебнув этого пойла, а именно энергия передается. Естественно, они водку не пьют. Но энергия водки, одурманивание, передается в этом пространстве. И они теряют контроль. Они становятся неуправляемыми. А если это природный дух, то в этом случае и природа, за которую он отвечает, за ту часть местности, где он находится, тоже становится неуправляемым. И это все расползается, как раковая опухоль по земле. И мы видим, что то засуха не вовремя, то дожди льют чуть ли не месяцами, то снег может в мае пойти или в июне там, где обычно... То ураганные ветра. Да, то вдруг ураган или что-то еще. Природа начинает возмущаться. Природа – это сила. И если она неупорядоченная, то в этом случае она разрушает все, с чем взаимодействует. И мало того, ведь есть духи-бунтари, которые не хотят, чтобы их спаивали. Они не хотят этой грязи. И они начинают использовать вот этих пьяных духов так, как они должны себя проявить. Они их нагайкой, плетью гонят. И они, когда возмущаются, они тоже создают это возмущение по всей земле. И земля начинает сходить с ума. Говорят, что природа сходит с ума? Да, ребят, вы же сами это все сделали. Мало того, что испоганили землю, вы убили множество духов. Вы испортили воду, вы портите воздух. Но духи-то, они с чистым взаимодействуют, они становятся грязными. Так вы еще их поите. Вы еще и даете какую-то дрянь им на еду. Они травятся. Они себя чувствуют очень плохо, отвратительно. Их тошнит. Вот вам эта тошнота. Вот вам эти пуки, пучини и все остальное. Возмущение взамен получайте. Так что все здесь взаимосвязано. Если вы хотите, ну как бы так правильно подобрать это слово, исполнять заветы своих предков, вот так я скажу, то в этом случае обратите внимание на то, как ваши предки в древности, откуда эти заветы и знания пришли, жили. И что эти предки ваши делали, и как делали. И тогда, если вы хотите исполнять заветы предков, исполняйте их так, как исполняли их они. И в этом случае тогда будет все хорошо, замечательно. Если же вы вводите новые видения какие-то, то в этом случае новые видения не всегда могут быть полезны для вашего же проживания на земле, ибо они вредят природе, вредят духу. Это у меня. Ну, примерно так. Так, давай теперь попробуем все-таки разобрать, что такое слово «жертва» по буквице. Что у тебя получилось? У нас есть, кстати, сайт хороший, «Школа буквицы РФ». Вот где, откуда я пользуюсь этим сайтом, пытался это дело все-таки прояснить для себя. Итак, берем слово «жертва» и начинаем разбирать. Первая буква обозначает у нас «жизненная сила». Ну, в данном случае словосочетание «Ж» и «Е» будет «жизненная сила явного мира». Теперь дальше. «Р» там шел символ, скорее всего, «ядь». То есть, это процесс творения во взаимосвязи с небесным. «Т» — это у нас твердость. И «ВА» — это глубинное истотное знание. Теперь попробуем собрать это все вместе. Получается, «жертва» — это жизненная сила явного мира, которая через процесс творения во взаимосвязи с небесным на основе глубинных знаний передается с нашего мира явного в тот мир, от которого мы все произошли. Вот такие вот получаются. И какой вывод ты делаешь? Какая должна быть жертва после этого? Моё мнение, что жертва должна быть, во-первых, бескровная, а во-вторых, она должна быть не с посылом, что я тебе вот это, а ты мне, пожалуйста, вот это, вот это и вот это. А вот должно быть ещё внутренний настрой благодарности за то, что нам дали такой чудесный мир, которому мы пока, к сожалению, ещё плохо учимся гармонично с ним взаимодействовать. Вот такое вот моё мнение. Я согласен с тобой, что жертва должна быть бескровная, это однозначно, иначе в ней не будет жизни. Согласен с тем, что она должна быть осмысленная. Очень часто на каких-то обрядах я встречаю людей, которые что-то делают, как обезьянки, или как медведи в цирке, но при этом не понимают, что они делают. Они просто делают механически, как роботы. Но ведь, друзья мои, вы же обращаетесь к своим предкам, к богам, к светлым, которые не находятся в этом мире, сейчас явно в физических телах. Значит, они не роботы. Робот что? Вот он умер, и всё, и нет души, нет духа. На запчасти разобрали его, и нормально, да? Заржавел железку на переплавку, всё хорошо. Там нет ни души, там нет ни духа. В том смысле, как мы говорим про человека. А вы же обращаетесь не к роботам, вы обращаетесь к своим предкам, которые уже стадию меры прошли. Значит, там есть и душа, там есть дух, там есть много чего интересного, другого. Так получается, если вы просто делаете механически, как робот, кто ваши предки тогда? Роботы? Тогда к кому вы обращаетесь? Роботов души нет, и духа нет. Выходит, что если вы обращаетесь к своим предкам, вы должны к ним обращаться так же, как к живому человеку, который вас слышит, понимает, и вы осознанно с ним ведёте разговор. Вот как мы сейчас, Миша, сидим и разговариваем, и друг друга понимаем. И надеюсь, что понимаете вы нас. Поэтому, обращаясь к кому-то живому, вы должны как к живым общаться, а не как просто механически выполнять какое-то действие. Задумайтесь, кто вы, для чего вы. Вот, наверное, такой посыл будет вполне уместен в нашей сегодняшней передаче. И ещё в завершение хотел бы вот что с тобой обсудить. Вот мы с тобой разбирали, что при движении по пути духовного роста необходимо соблюдать последовательность определённых действий. То есть всему своё время. Так вот, сейчас, когда мы с тобой обсуждали, может у некоторых людей возникнуть такое мнение, что, ну, а почему вот тогда вот есть, значит, такое вот зло, есть добро, да? Если добро, оно вот как бы более такое необходимое нам, более нужное, то почему же тогда тот, кто это всё создавал, то почему же он допустил того, что появилось большое количество там зла, вот? И можешь ли ты по этому поводу вот что высказать? Если всему своё время, то, может быть, и всем существам мироздания, всем энергиям мироздания, им тоже, правда, не время, а им каждой этой ипостаси своё место. И оно всё в той или иной мере для чего-то нужно. И надо с ним не бороться, а как-то ладно и гармонично взаимодействовать. По большому счёту ты уже всё сказал. Ты уже сам ответил на свой же вопрос. Дело в том, что в этом мире всё проявлено точно так же, как и проявлено где-то в других мирах. Есть последовательность, есть закономерность, есть спиральность, есть вращение. Всё это существует. Есть единство и борьба противоположностей, есть и подобие и так далее. В общем, все принципы перечислять нет смысла, их можно в интернете найти, почитать в книжках различных. Поэтому всё, что здесь есть у нас, то есть и там, где-то в других мирах, в других вселенных. И в том числе и в божественном мире. Поэтому не надо думать о том, что если вы в чём-то увидели зло, это плохо. Это вам может казаться зло. Это вам может казаться плохо. А на самом деле это может быть всего лишь проявление следствий ваших деяний. Как в этой жизни, так и в предыдущей жизни. Сделали что-то там, здесь необходимо отработать. Сделали что-то здесь, необходимо отработать или здесь, или в следующей жизни. И чем больше у вас на последующие отложений, надо потом сделать, тем больше вам придётся здесь крутиться. Но когда-то необходимо выйти с первого класса и перейти во второй. Разумный человек старается пройти первый класс за один раз. А тот, кто не очень разумный, он может в первом классе и два, и три, и четыре года сидеть. От этого он становится, так мне сказать, более чудно воспринимаемый окружающими детишками, которые видят здорового увольня, так и не постигшего элементарную базу, элементарной науки первого класса. И там дальше, как в анекдоте, про училку и вовочку из первого класса, который десятый год там уже сидел. На самом деле ничего смешного здесь нет, печально, но большинство людей так и живут. Поэтому и воспринимают многие однобоко добро и зло. Вот есть такая позиция, двоякий подход. Вот это хорошо или плохо? Или дуальный? Хорошо, плохо, нормально. И как будто бы ничего нет, кроме хорошо или плохо. Ты мне дай ответ, хорошо это или плохо. Вот конкретно, хорошо или плохо. Не надо мне разъяснять, что это хорошо в этом случае, а плохо. Нет, ты скажи конкретно, хорошо или плохо. И вот это говорит о том, что человек не созрел, он не готов воспринимать мир, каким он есть. И это печалит. Это очень печалит и настораживает. Необходимо осознавать, что если вы встретили какое-то зло, не является ли это зло указанием того, что оно в вас проявлено, что вы это что-то делали. Вот это самое главное. Для этого и дается вам зеркало в виде какого-то другого человека, который что-то нехорошее, на ваш взгляд, делает. Задумайтесь. Дальше. Зло может быть как испытание на проявление вашей позиции. Другой уровень. Первый уровень просто зеркалка. А второй уровень, а как вы себя проявите? Если вы видите, что-то происходит злое, первое, не надо сразу бросаться это дело спасать, если вы на 100% не уверены, что это зло, которое принесет еще зло. Потому что часто бывает так, как хороший пример, бежит женщина, бежит мужик за ней, женщина кричит, и в этом мужика летит камень. Оказалось, что это воровка, которая что-то там украла, а за ней бежал мужчина, который этим обладал. Вы мужику дали в репу, а воровка скрылась. Тем самым вы дважды наказали одного человека. К примеру. Если вы не уверены, то лучше не вмешиваться, чтобы не усилить зло. А если вы на 100% уверены, что да, так надо сделать, то делайте уже. Но делайте, опять же, с любовью, по праве. Вот этому необходимо учиться. Для чего вы постоянно, говорю, чуйку развиваете. Потому что без ощущения, без чуйки, вы не сможете этот мир познавать. Без взаимодействия своим родом, без взаимодействия своими древними богами-предками, вы тоже не сможете это все узнавать. Не ведая о том, как жили наши предки, вы многое упускаете, потому что мудрость великую не берете. Это тоже надо познавать. Ваша задача, прежде чем быть вершителем в этой жизни и творцом, хотя бы понять, как этот мир и эта жизнь устроены. А это можно понять только когда вы поняли и это, и это, и то. И все вместе соединили. Поэтому не причиняйте добра. Как такового зла нет. Есть ваше отношение к тому, что происходит. Потому что для одного это может быть добро, а для другого это может быть зло. И как говорится, мышки слезки, кошки игрушки. Кошка играется, а мышка плачет. Где здесь добро? Вы скажете, добро для кошки. Кто-то скажет, зло для мышки. А хозяин скажет, умница кошка, эта мышь у меня крупы погрызла много, я не просил свой дом, она должна жить на улице. А кто-то скажет, эта кошка из аквариума у меня вытащила мышку белую, я там эксперименты провожу, я там строю эксперимент мышиный рай номер 228, а она там этих мышат таскает оттуда, и рай разрушается. Где здесь добро? Где зло? Кто прав? А каждый прав. И мышка права, и кошка права. Потому что мышка родилась мышкой, а кошка родилась кошкой. И тот, кто строил рай, он прав, потому что это его эксперимент. А тот, кто заботился о том, чтобы не было у него мышей в доме, он тоже прав, он хозяин в доме. Нет неправых. Но с другой стороны, опять же, все неправы. Если так обратно в сторону разбираться. Жизнь, она как дышла, куда повернешь, так и вышла. Вопрос, как ты к этой жизни относишься. Для чего ты живешь? Кто ты в этой жизни? На какую позицию себя ставишь? Поэтому, по сути, нет ни добра, ни зла. Есть отношение к жизни. И отношение к жизни с точки зрения твоей. И чем твоя точка зрения шире, всеобъемлющей, тем ты точнее сможешь этот мир познавать. Тем точнее ты сможешь делать выбор. И тогда в мире вообще не будет зла. Потому что ты только своим присутствием будешь убирать любое зло и будешь давать возможность вершиться правосудию. Или правоте. Или праве. В этом мире. Вот как-то так. Ну, у меня вопросы истекли. Да я считаю, как бы они пока на данный момент и не нужны. Необходимо с тем, с той информацией, которую мы сейчас услышали, повзаимодействовать и извлечь из нее правильные уроки. Благодарю богов наших светлых, предков наших славных, и тебя, Алексей, за то, что поведал нам очередную порцию мудрости. Ох, превышаешь ты меня. Благодарю тебе за то, что задаешь интересные вопросы. Друзья мои, если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, и вы думаете, что вот такие встречи нужны, пожалуйста, пишите нам. Будем рады создавать подобные передачи, отвечать на вопросы. Может быть, поможем решить какие-то проблемы, вдруг отвечая на эти вопросы. Кому-то, может быть, поможем чем-то разобраться. Не стесняйтесь. Жизнь делаете вы. Никто за вас в той жизни не сделает. Мы только помогаем этой жизни свершаться, потому что мы живем своей жизнью. Интересный парадокс, но своей жизнью мы помогаем и другим. Так что до встречи, увидимся и услышимся. Быть добры. Редактор субтитров А.Семкин